Смог, который накануне вечером накрыл Тарас, не представлял опасности. В этом население сегодня пытается убедить власти. Но перепуганные горожане вспоминают, как от жуткого дыма, пришедшего со стороны химзавода, у них слезились глаза, першило в горле и начинался кашель. Специальная комиссия уже расследует этот случай. Официально пострадавших нет. О чем говорят люди, чиновники и экологи, которых даже не пустили в эпицентр события, расскажет наш СОПКОР в регионе Виктория Савельева. Жуткий смог накрыл центральную часть Тараса накануне вечером от едкого дыма. Жгло глаза и постоянно хотелось кашлять. Тот, кто в это время оказался на улице, невольно стал народным репортером. И, короче, вот, ни хрена не видно. Абая Ташкентская. Везде все в тумане, ничего не видно. Глаза щиплет, горли першит. Что это может быть? Кто может объяснить? И на соседних улицах, в радиусе одного километра, все в таком дыме. К полуночи воздух почти очистился. Около завода Косфосфат, где, как выяснилось, произошло какое-то ЧП, наблюдалась заметная оживленность. Там несколько часов заседали чиновники, экологи и прочие специалисты. Позже они заявят, пострадавших нет, а горожанам ничего не угрожает. Других объяснений не последует. Фтористы соединений обнаружили, но незначительные. Сейчас рабочая группа занимается, но полностью пока неизвестно. Но для здоровья вредных веществ не обнаружено. Лишь сегодня чиновники и эксперты признали, накануне на предприятии случилась авария. Это уже третья по счету ЧП за последние месяцы. Две недели назад на заводе скончались 28-летний сварщик и 35-летний слесарь. Еще трое мужчин были травмированы. Они попали под жернова дробилки во время ее ремонта. Чуть раньше в головном филиале Косфосфата на 34-летнего работника упал кирпич. Мужчина скончался по дороге в больницу. И вот теперь эта авария в серно-кислотном цехе. Произошла остановка насоса одного из узлов производства. Работниками завода минеральных удобрений была произведена экстренная остановка цеха. В течение 15 минут произошел кратковременный выброс отходящих газов. В настоящее время завод минеральных удобрений работает в штатном режиме. Экологи о случившемся пока говорят сдержанно. Аэропортуют о том, что на улицах города удалось установить только значительное превышение втористого водорода. А остальное к моменту их приезда замеры стали делать спустя час. Возможно, уже рассеялось. Конечно, ветер уносит эти пары. Они не остаются на месте. Когда мы приехали на место, этого тумана не было. Он рассеялся. Поэтому с точностью определить какие-то вредные вещества в воздухе уже не вышло. Единственное, что удалось определить, это сероводород. К слову, в сам цех, где произошла авария, экологов вообще не пустили. Оказалось, для того, чтобы сделать замеры там, должно быть разрешение от прокуратуры. Его ожидаются дня на день. Тем не менее, специальная комиссия уже создана и обещает во всем разобраться. Виктория Савельева, Денис Храмов, Катыка Тарас.